Ребята, я Лох. Привет, я Даша. В воскресенье у меня всегда выходит видео. И... Другое время, чем вот прямо сейчас, у меня не будет для съёмок. А солнце так, глаза просто смотрят, светят, ну, нещадно. Я даже себя не вижу в камере, снимаю наугад. Если получится отратно, я буду в ужасе. И сегодня я рассказываю о китайской книге вот так вот резко, да. Это называется «Личные заводи». И... Эта китайская книга написана в 14 веке. Ей присуждают несколько авторов. Её спор, кто именно написал измение, что это писали разные люди, разные главы. Но Ларик Люк утверждает, что автором «Личные заводи» является... Извините, при загрузке возникла ошибка. Пропала соединение с севером. Как так-то? Установила. Лайфли подтверждает, что автор Ши Най Ань. Я дико извиняюсь, если я понесла неправильно это имя. Это два тома. Два тома. И... Внушительных тома. Первый 700 страниц, второй чуть побольше. 900. И я немножко боялась знакомиться с этим произведением, потому что 14 век, и Китай, это не просто другая культура, с которой я мало знакома, но ещё и совсем другая эпоха. То есть двойной, так сказать, нежданщик. И я боялась, что мой менталитет не совпадёт с менталитетом этой книги, но я боялась зря. Мне понравилось очень сильно. На самом деле, несколько поскураживает, что первая глава посвящена такой немножечко, ну не мистике, а таким мифологическим каким-то моментам. И ты как-то настраиваешься, что и дальше так будет. Но на самом деле нет. Это просто истории о определённых людях. То есть там дальше ничего такого мифического нет. Но солнце всё ярче-ярче, у него очень просто светит. Я как бы, ну я не знаю вообще, как сниматься. Мне нужно сейчас сделать ещё одно видео. И я не знаю, как я это буду делать. Потому что потом не будет для этого случая. Итак, поделены на главу, но не так, как это делается со временами. Там, допустим, глава первая и название короткое. Там, глава вторая и так далее. Нет. То есть там заканчивается первая глава, говорится, мол... И вот, а что произошло с таким-то событием, вы узнаете в следующей главе. И недаром сказано об этом. И приводится какие-то вот несколько строчек таких, типа стихотворения. И следующая глава начинается с краткого писания. Рай, например, и весь название о том, как бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла и передается краткая суть этой самой главы. И подобное деление на главы, оно хоть и не отличается принципиально от современного, но настраивало меня на то, что вот я закончила вот эту главу, и теперь надо посидеть, обдумывать, чтобы попитаться и потом уже начинать следующее. Это так не у всех, разумеется, потому что я разговаривала с людьми, и люди запросто читали залпом. Но у меня было такое восприятие, вот почему я читала бесконечно долго, почти месяц. Чертого солнца! Извините. Я даже не могу на вас толком смотреть, потому что все печально, и это самое удачное место в квартире, где можно сниматься, и это печальнее еще больше. А еще я только что вернулась из гостей. Мужчина с 20 февраля. И я объелась так, хотя я его преимущественно фактически салатики едни, что когда я стала готовиться к съемкам, я ставила камеру в штатив задом наперед. Это было прикольно. Вернемся к книге. Главы очень интересные, причем там есть очень интересный нюанс. В общем, все мы привыкли, что в одной книге... Все... Второй. Все мы привыкли, что в одной книге главный герой сохраняется на протяжении всей сюжетной линии. А вот здесь немножечко наоборот начинается... Да, есть у нас главные герои, заканчивается их история, они там с кем познакомятся, или знакомы были с самого начала. И вот уже вот эти второстепенные персонажи становятся главными, а те второстепенными. То есть такой закат куда-то, ретировочка меняется своими позициями. И в основном преимущественно это история о разбойниках. Как бы некоторых читателей это смущает. А меня вот как-то тонели. Весь первый том я, в принципе, прочитала с большим удовольствием. Но каплю тегтя я все-таки налью. Дело в том, что ближе к концу, и второй том продолжает эту традицию, честно, поддалась, все вертится в едином цикле, в едином ритме. Повторяется одно и то же ключевое, в принципе, событие. Отличается только место действия и действующие лица. Меняется только, помимо главного персонажа этих историй уже нескольких, хоть я и сказала, что они-то меняются, но в конце уже устаканивается и один. И меняется только место действия и окружающие люди. Так вот, ну просто один и тот же ритм действия, и не те же события, и вся суть в том, что все почитают просто в Китае одного человека, падают перед ним просто низко, как узнают. Но сначала не узнают, а потом узнают. И в общем вот в таком-то ключе все дальше и идет. Ну и так как это дурацкое солнце продолжает слепить мне глаза, а плюс хулиганинги, и вынуждена заканчивать свое видео словами о том, что второй том я так и не потянула, потому что в нем вас поднадоел читать одно. Тоже всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok